Привет, друзья! Сегодня у нас в Охотника.нет очень классные автоматические кормушки. Они используются очень широко, то есть не только для привады и приманки животных в лесу на охотничьих хозяйствах, но и для прикорма рыбы на платных водоемах, например, или на вашем частном пруду, а также просто для кормления диких животных, птиц и кого угодно. Это очень удобно, потому что они, эти кормушки автоматические, работают от вот такого типа аккумуляторов, 12 вольт, работают очень долго и позволяют установить режим, в котором 6 раз максимально за сутки эта кормушка будет разбрасывать корм. Также можно меньше сделать, 1-2, как вам удобнее. Вы не должны появляться в лесу, чтобы дополнительно, соответственно, кормить животных. Это в нашем режиме очень сложно. Вы ее оставили, и она у вас там месяц работает, но до тех пор, пока не кончится корм. Емкость вы устанавливаете любого размера. Мы установили ведро, это не очень большая емкость, можно установить любую бочку, любую цистерну, в принципе. И, соответственно, насколько хватит корма, настолько и будет работать кормушка. Вот, сейчас мы засыпем корм, сегодня будем кормить птиц, поэтому мы купили мешок семечек. Вот у нас почти полное ведро. Ведро желательно использовать с крышкой, чтобы всякие нежелательные объекты нас не потревожили и не скушали все это. Кормушки представлены у нас в магазине в двух вариантах. Более недорогая модель, это кругленькая, бочечка такая, она пластиковая. И есть более дорогая, в металлическом вот таком корпусе. Вот, она у нас квадратная. Здесь также установлена решетка, которая позволяет более равномерно разбрасывать корм. У этих двух кормушек есть регулятор по высоте. В зависимости от фракции корма и скорости подачи, соответственно, этого корма сюда на пропеллер, вы можете регулировать высоту. Вот, крепость кормушки, кстати, очень легкого. В отличие от других аналогов, для этих кормушек не нужны какие-то специальные кронштейны, чтобы приделать ведро. Просто сверлить дырки в емкости и на шурупы через специальную прокладку. Здесь она резиновая, там она металлическая. У круглой кормушки вы все это дело устанавливаете. То есть, достаточно просто и без минимума вложений. Также есть возможность использования своей емкости. Вот, сейчас мы ее повесим, скажем, для более наглядного вида вот сюда. И посмотрим ее внутренность. Как мы видим, здесь есть сенсорный дисплей, в котором как раз можно установить все необходимые режимы, начиная со времени, ну, время, которое на часах сейчас. И относительно этого времени, руководствуясь этим параметром, мы можем устанавливать время кормяшки. То есть, например, мы установили в 10 часов и скорость вращения пропеллера, например, 50%. Да-да, мощность тоже регулируется. Вот. И потом, например, в 12-14. Или вот, может быть, вам надо кормить раз в 2 дня. Это совершенно не важно, потому что вы сами можете, учитывая эти все параметры, вот, сдавая их, кормить столько животных, сколько вам нужно. Это очень удобно. Хочу напомнить, эти кормушки в Охотника нет в наличии. Они очень качественные и работают бесперебойно. Вот. Уже, как мы видим, тут в пропеллере семечки. Они никуда не вываливаются, пока мотор не заработал. Вот. Ну и сейчас мы настроим. Вот у нас спин 1. Это первый режим. И 10 секунд вращения. Ну, стандартный, который был установлен. Мы, руководство eSIM, сейчас запустим тестовый режим и посмотрим, как это все выглядит. Сейчас меня, конечно, засыпет семечками. Вот. Так, надо, главное, успеть. Все, меня сейчас засыпет. Все, походу, сегодня у лесных птиц будет настоящий пир. Смотрите, ну метра на три она разбрасывает семечки. Если будет крупная фракция, естественно, она дальше полутора метров не улетит. Но, напомню, мы можем любую мощность, скорость, точнее, вращение пропеллера установить, чтобы корм падал непосредственно перед кормушкой или чуть дальше. Вот. Вот такой, как я сейчас показал, разброс, в принципе, актуален для обширного места за корма. И для кормления, например, рыбы эту кормушку можно на плотик поставить очень удачно. Напоминаю, такие кормушки можно купить в Охотника.нет, но сейчас я вам покажу на меньшей скорости, как это все работает. Так, и все это дело опять открою. Не знаю, может быть, в тестовом режиме это не работает, но мы сейчас как раз проверим. Заодно вы опять увидите, как меня забросает семечками, и птички вон уже чирикуют, скоро прилетят. Причем я ее закрыл. Это было поспешное решение. Открывается она, кстати, довольно удобно, как и кронштейн. И тут можно повесить замочек, чтобы это все дело не открывалось. Итак, 3-4. Тест. Нет, я не успеваю. Вот, собственно, так и работает. Это был меньший режим, но семечки все равно летят очень далеко, потому что они легкие. С более крупной фракцией, например, для корма для кабана, для каких-то других млекопитающих, такого, соответственно, не будет. Будет все порционно укладываться в радиусе 2 метров от кормушек. Кормушки для кормления животных только в Охотника.нет. Это наше фирменное качественное производство. Кормушка Кормушка Продолжение следует...